Сегодня в Хасавюртовском районном суде состоялась церемония приведения к присяге мирового суди Сулеймана Хамзача Ращиева. На церемонии присутствовали прокурор Хасавюртовского района Ибрагим Алибеков, исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета Хасавюртовского района Усман Амайев, председателя Хасавюртовского районного суда Султан Ибрагимов, а также представитель СМИ, газет и телевидения. Гражданских дел у нас было рассмотрено 947, из них 46 было обжалено, 44 – в силе, процент стабильности составлял 96%. По уголовным делам было 153 дела рассмотрено, из них 42 дела обжалено, 40 дел оставлено было в силе в вышестоящей инстанции. Общий процент стабильности у нас составлял 95,5%. Для сравнения с этим годом, 16-м годом, на 23 декабря мы подводили итоги, количество поступивших гражданских дел у нас сократилось почти на 200 дел. Я это связываю с теми изменениями, которые произошли в законодательстве у нас в части в изыскании по коммунальным услугам, то что до 500 тысяч суммы идут по судебному приказу под судность мировых судей. Кроме того, видимо, жители Хасовидского района, благодаря работе администрации района, прокуратуре, надзорным ведомствам, уже до судебного порядка разрешаются споры и только в крайнем случае уже обращаются в судебную инстанцию. По уголовным делам у нас рост на 18%, количество поступивших в отдел 165 дел у нас рассмотрено на 23 декабря по сравнению с 2014 годом. Процент стабильности у нас, начиная с 2014 года, как я указывал, 95,5% ежегодно растет. В прошлом году у нас процент стабильности составлял 97,6%, на сегодняшний день 99,2%. Обжалено 134 дела у нас, из них 133 в силе, одно отмененное всего гражданское дело. Это по итоговым решениям, по рассмотрению дел по существу. Такой процент стабильности и такой качественное отправление, во-первых, я связываюсь с тем, что мы с вами, пользуясь рекомендациями председателя Верховного суда Мирзаева Руслана Магомедовича, ввели специализацию в суде, ввели электронную адресацию дела методом случайного отбора, что мы начали работать в соответствии с институцией по делу про изотцию, вовремя сдаем дела. До 10 дней в канцелярию. Что мы все судебные акты практически публикуем в интернете, которые в соответствии с законом публикуются. И уже личное отношение каждого судей к осуществлению права судей. Результатом тому является то, что одна стена уже приемной председателя суда уже заполнена всеми теми наградами, которые наш суд, судьи и мировые, и федеральные, в том числе заслужили за эти последние два с половиной года. Кроме того, в этом году у нас было двое судей назначено мировых. Это как в народе говорится, что продлились, а фактически они вот сами знают, и судьи знают, и те, кто в этом разбирается, о том, что это было новое назначение. Вот Айдамиров Марат и Шарапудинов Шарапудин. Им обоим я характерически подписал, изучил все дела, рассмотренные ими. Никаких претензий со стороны, как высшестоящей инстанции. У меня, как у председателя суда, к ним не было на сегодняшний день. На момент проведения конкурса только они подали документы. Если захотят начать искать кандидатов, да лучше их и найти на тот момент. Я думаю, даже сейчас тоже вряд ли было бы возможно. От одного судей мы избавились в этом году. Это человек, который, вот вы все помните, первое совещание, которое мы провели с вами после моего назначения. Когда я начал спрашивать присягу судей, это то, что мы должны за таблицу умножения. Он даже присягу судей не знал. От этого случайного человека в судебной системе мы избавились. Дальше тоже будем работать. Те, кто плюют на закон, нарушают конституционные права граждан, на рекомендации Вячеслава Михайловича Лебедева, председателя Верховного Суда, не прислушивается им. Кто не в состоянии толковать правильные нормы материального процессуального права, мы от них и дальше будем избавляться тоже принципиально. Коротко по тем рабочим моментам, которые я хотел озвучить, я озвучил. Если есть какие-то вопросы, вы отвечаете. Постановлением Народного Собрания Республики Дагестан номер 88 от 22 декабря 2016 года первым судей судебного участка номер 128 Хасовицкого района назначен Рашиев Сулейман Хамзатович. Вы все его знаете, вы все его знаете, он работал помощником судей в этом суде. И у нас это знаменательно тем, что в прошлом году был назначен федеральный судей Азизов Султан Азизович, который также работал в этом суде помощником. И вот, естественно, карьерный рост, который идет, Азизов оправдал уже по итогам прошлого года среди 196 федеральных судей Республики. Седьмым был в рейтинге судей. На сегодняшний день, где-то вот итоги года еще не подвинены, уже четвертый или пятый результаты работы улучшаются. Так что будем надеяться, что Сулейман Хамзатович тоже оправдает наше доверие. Вам, с одной стороны, повезло, что вы попали в лучший суд Республики, который два-три года подряд у нас работает. С другой стороны, к вам будут очень большие требования, поскольку, чтобы соответствовать судям лучшего суда Республики, необходимо отдаваться полностью работе. В соответствии с законом о статусе судей, мы вас хотим привести к присяге. Пожалуйста, подойдите к флагу. Я торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Отшлить правосудие, подчиняясь только закону. Быть беспристрастным и справедливым, как или отнять долг судей и моя совесть. Слебцы, добро пожаловать в состав Хасуньского района суда. Спасибо. Спасибо. Сулейман Рашиев выразил благодарность судейской коллегии Хаса-Вехтовского района за оказанное доверие. Поблагодарил также и своего старшего товарища, у кого все эти шесть лет набирал опыта. Еще, султан Руслан Рашиев, мне хотелось бы добавить, поблагодарить всех, кто пришли сюда, поддержали меня. В первую очередь вас, за то, что вы поверили меня, поддержали меня, как говорится. Вам большое спасибо. Для меня большая честь сегодня оказаться здесь, в этом суде, именно в этом зале, среди вас, так как я в этих стенах проработал почти шесть лет даже, да, больше шести получается. Я горд тем, что я стою здесь среди вас. Еще я хотел бы поблагодарить коллеги суды Республики Дагестан, которые поверили в меня, поддержали меня, также руководство Верховного Суда Республики Дагестан, Руслана Магомедовича и всех поблагодарить. Еще мне хотелось бы поздравить одного человека, вот он сидит, поблагодарить его здесь, Яберослав Рахмедович Жалудинович. Как-никак я с ним проработал пять лет, он меня многому научил. Вам, Рахмед Жалудинович, большое спасибо, что вы меня научили всему, Вам спасибо большое и всем спасибо. Здесь же султан Ибрагимов выполнил еще одну приятную процедуру, вручил на бюлере Магомед Гаджиеву почетную грамоту от Верховного Суда Республики Дагестан. По поручению председателя Совета Судей Республики Дагестан и предпоручению председателя Верховного Суда Республики Дагестан за добросовестное от исполнения должностных обязанностей личный вклад в дело повышения и укрепления авторитета судебной власти Республики Дагестан Совет Судей Республики Дагестан постановил наградить почетной грамотой Совета Судей Республики Дагестан Мирового Судью Судебного Участка номер 87 Магомед Гаджиеву Набилу Гасановичу. Поздравляем. Вот Сулейман Хамзач, наглядный пример, с кого надо брать пример. В свою очередь поздравил Сулеймана Ращиева, Ибрагим Алибеков и Усман Амаев. Во-первых, поздравляю Сулеймана Хамзача с назначением на это высокое дело. От души поздравляю. От имени прокуратуры могу сказать, что поддержка тебе в твоих начинаниях будет. Дай Бог, что ты все свои решения выносил самостоятельно. И тобой руководила дух закона. Весь судебный корпус спасает Толстого района. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, благополучия, чтобы вы всегда собирались на такие хорошие мероприятия. Сулеймана Хамзача с первым делом поздравляю его. Сколько лет уже приходил, я данные суды часто видел. Я всегда спокойно отворяю, я отзываю. Чем-то парень, даже в любой поход, который искренне парень. Еще раз желаю всего наилучшего. Начнем с нового года, с нового листа, новую работу. И всех судей тоже так поздравляю с нового года. После чего Султан Ибрагимов поздравил коллектив Хазаюртовского районного суда, их семьи, а также всех присутствующих в зале. От вашего имени хочу поблагодарить Ибрагима Манаповича и Османа Майо за то, что, я знаю, понедельник загруженный день, вы брали время для нас, пришли. От коллектива нашего тоже от души поздравляем вас с новым годом наступающим. Следующий год для нас будет таким переходным. Как вы знаете, с 1 января 2018 года у нас вводится в районных судах системы рассмотрения дел с присяжными заседателями. Как раз знал в этом именно и ваша подследственность. Ваши коллективы и члены семьи от души поздравляю с наступающим новым годом.